Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи открылся международный туристский форум. Одна из главных тем развития событийного туризма на примере нашего курорта. Вторая спортшкола на улице Паярка откроется после ремонта в 1 мая. Такой подарок юным спортсменам сделает город. Оштрафованы 16 водителей электрокаров. Таковы итоги недельной проверки в Адверском районе. Я, супермама, сошенки в прекрасном положении готовятся в это воскресенье продемонстрировать все свои таланты. Больше миллиарда займов на развитие бизнеса выдали в этом году на Кубани. О поддержке предпринимательства говорили накануне в Краснодаре. В Краевой столице прошла Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей. Кому доступна помощь государства и где подскажут, как составить бизнес-план, расскажут наши краснодарские коллеги. Строчка за строчкой в этом небольшом цехе шьют скатерти, наволочки и пододеяльники. Сложно представить, но всего за день таким скромным составом партнихи могут сделать несколько сотен комплектов пастельного белья. Открыть свое швейное дело для Натальи Бондаренко – мечта детства, осуществить которую решилась всего пару лет назад. На руку сыграли санкции и запрет на ввоз турецкого текстиля. После первых продаж оказалось, что спрос еще выше. На внутреннем рынке не хватает подушек и одеял. Чтобы расширить производство, нужны были деньги. Тогда же Наталья и узнала о фонде микрофинансирования Краснодарского края. Уже через месяц после составления бизнес-плана на покупку оборудования выдали кредит в 700 тысяч. Банк минимум под 15% на развитие бизнеса. Займ нам предоставили под 7%. Никакие банки, ни одна кредитная организация такую ставку не сможет дать у нас в городе. Это очень существенно и в рамках того, что производство всегда требует определенных затрат, очень больших. И не такая высокая наценка на производстве. Из фонда микрофинансирования кубанские предприниматели за три года получили больше миллиарда рублей. Деньги бизнесменам выдавали на развитие производства, увеличение мощностей и модернизацию. Такие меры поддержки оказались более эффективными, озвучивает выводы Вениамин Кондратьев на Всероссийской конференции предпринимателей. В этом году даже полностью отказались от субсидирования в пользу микрозаймов и поручительства. А значит деньги получают только те, кто умеет ими распоряжаться. Ведь заемные средства придется возвращать. Раздавать субсидии налево, направо даже тем, кто не умеет заниматься бизнесом, будет неправильно. Вопрос приоритета. И какая должна быть господдержка, в каком объеме и по отношению к кому. Вот здесь тоже очень важно. И для нашего региона принципиально важно понимать, что надо поддержать тех, кто на самом деле умеет заниматься бизнесом. И которые готовы взять деньги, но не просто взять в бюджете, а через фонт микрофинансирования, пусть там 4, 5, 6 процентов, не выше. Но он понимает, что он должен их вернуть, заработать и вернуть. И тогда на самом деле это тот, кто может заниматься бизнесом и должен заниматься бизнесом, малым или средним. А если он не хочет брать даже по 4 процента годовых, тогда это не бизнесмен. Я совершенно согласен с Вениамином Ивановичем, что не должно быть подарков. Те решения, которые были, допустим, по грантам на создание малого бизнеса, результат плачевный. Потому что деньги брались и не возвращались, а бизнесы не создавались. Это были подарки огромному количеству людей, которые не несли никакой ответственности за то, что они с этими деньгами делают. Поэтому только на возвратной основе, даже если мы говорим о микробизнесе, там 1 миллион рублей, но с представлением бизнес-плана и под личную гарантию предпринимателя. Краснодарский край сегодня на втором месте в стране по количеству бизнесменов и на пятом по числу частных предприятий. Все эти рейтинги составляли, основываясь на официальной статистике. То есть учитывали только зарегистрированных предпринимателей. Но есть и те, кто открывает свое дело нелегально. Такая практика наблюдается, к сожалению, по всей стране. В гаражах, когда мы исследовали эту тему, мы нашли очень много интересных свидетельств. Например, производят электротехнические приборы для военной техники. В Челябинске собрали танк. Ну уж не говоря о совсем простых вещах, когда производят скобины, инструменты, паяют, шиномонтажники и прочее, прочее, прочее. И все это было бы хорошо, если бы объем этого сектора экономики не начал бы сравниваться уже с общей светлой белой экономикой России. Эта экономика, которая в тени, мы говорим, она в гаражах и не видно. Не верю я, что в наше время не видно то, что в гаражах. Все видно. Просто вопрос, как поступить с этой экономикой, которая в гаражах. Два способа. Или заварить эти гаражные ворота снаружи, сварка, и забыть про эту тему. Или создать условия для тех, которые в гараже могут собрать танк. Это вот вопрос уже власти, уже подхода. Тут опять везде есть выбор. И насколько мы активно хотим развивать и вытаскивать этих самоделкиных, которые на самом деле могут создать нам в том числе и конкуренцию, и тот научно-технический прогресс, который мы сегодня покупаем. Или нам проще заварить эти гаражи, все закрыть, всех пересажать и на этом поставить точку. Чтобы вывести бизнес из тени, краевые власти вводят дополнительные меры стимулирования. Но доступна такая помощь только для легальных предпринимателей. Например, в специально созданных центрах поддержки помогут составить бизнес-план или, например, заполнить налоговую декларацию. А для тех, кто уже обращался в фонд микрофинансирования и хорошо себя зарекомендовал, готовы предоставить займ под еще меньше процент. Этой возможностью планирует воспользоваться и владелец швейной фабрики Наталья Бондаренко, чтобы выйти на новый уровень и производить наполнители для своих подушек и одеял. Наверное, самый основной фактор в том, что мы производим на территории своего региона и эти деньги остаются в нашем бюджете. То, что мы зарабатываем, мы тратим также на себя, потому что мы здесь живем, хотим развиваться. Мария Крошина, Алексей Комаров и Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар. В Сочи сегодня начал свою работу Международный туристский форум. Уже четвертый год подряд он собирает участников всех секторов турбизнеса, от успешного взаимодействия которых зависит общий успех – количество туристов. В рамках Большого форума проходит выставка курортных возможностей Сочи, городов края и других регионов страны, а также масса дискуссий круглых столов. Там обсуждаются самые актуальные вопросы в сфере внутреннего туризма. На открытии форума побывала и наша съемочная группа. Международный туристский форум в Сочи сегодня называют главной деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в России. Его участники – курорты, отели, туроператоры, органы власти и другие представители туристического бизнеса, желающие представить свой продукт самой широкой аудитории, как российской, так и зарубежной. В последние несколько лет внутренний туризм в нашей стране очень активно растет. Сочи является курортом международного уровня. На этой замечательной авторитетной площадке будут обсуждаться вопросы развития туризма в нашей стране. Внутренний и въездной туризм в России сегодня – это колоссальный перспективный рынок, отметил на открытии форума губернатор края Вениамин Кондратьев. И только от общих усилий органов власти, туроператоров компании санаторно-курортного комплекса зависит, сколько людей предпочтут для отдыха курорты Краснодарского края. Принципиально, что такая площадка в Сочи есть для того, чтобы и туроператоры, и представители власти могли обсудить те проблемы, которые нам позволят не только сохранить количество отдыхающих, которое достаточно высокое и по итогам прошлого года, и по итогам этого года, но, конечно, еще и приумножить. На нашем форуме представлены все наши туристические объекты, и где еще, как мне, на таком форуме можно предложить туристический продукт, и где его можно приобрести. Форум стал не только профессиональной площадкой, но и очередным крупным мероприятием для Сочи. Сегодня событийный туризм – один из эффективных способов привлечения на курорт туристов. И одно из таких событий, получивших постоянную прописку в Сочи, – это ледовое шоу Ильи Авербуха. Глава Сочи Анатолий Пахомов знаменитому фигуристу вручил знак признания и почет сочинцев за вклад в развитие событийного туризма. Наш ледовый спектакль, который идет на протяжении всего летнего периода, привел за это время, за 4 года, более миллиона человек в ледовый дворец Айсберг. Это тоже большая часть туризма, поскольку люди, когда выбирают, куда им поехать, они, конечно, в приоритете, естественно, море. Дальше уже идет инфраструктура и дальше уже идет, а куда мы там сможем сходить. Еще раз подчеркну, Сочи стал для меня по-настоящему моей второй родиной. После открытия форума губернатор Кубани, глава Ростуризма и мэр Сочи осмотрели стенды выставки. Здесь свои возможности представили отели и гостиницы, санаторий и здравницы Сочи, предприятия общепита, сферы развлечений. Также среди экспонентов – города и станицы Краснодарского края и других регионов страны, развивающих свой курортный потенциал. Это Адыгея, Кабардино-Балкария, Ставрополье, Вологодская, Кировская область, Ханты-Мансийск и другие. Цель – заключить прямые договоры на сезон 2018 и на более долгосрочную перспективу. Ну а о проблемах отрасли говорили в рамках деловой программы форума. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Около 80 винных маршрутов запустят на Кубани в следующем году. О развитии внутреннего туризма шла речь на деловом завтраке, который прошел в рамках Международного туристского форума в Сочи. Как отметил глава региона Вениамин Кондратьев, предложения для туристов, приезжающих на Кубань, должны быть комплексными. Помимо отдыха на побережье, необходимо также развивать сельский и винный туризм. Сегодня в регионе около 280 маршрутов и больше полутысячи памятников античной культуры и религиозных святынь. В ближайшие сутки в Сочи на побережье ожидается мокрый снег. В предгорьях и Красной Поляне местами сильный. На дорогах гололедится, а в горах выше полутора тысяч метров лавина опасна. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят не выезжать в горные районы на летней резине. В случае происшествий звонить по мобильному на номер 112. К другим новостям. До главного политического события 2018 года выборов президента Российской Федерации остается меньше четырех месяцев. В администрации города прошла встреча представителей избиркомов из Сочи и Туапсе. Возглавила заседание секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина. В своем выступлении она рассказала о ходе избирательной кампании и подготовке к единому дню голосования. Особое внимание присутствующих обратила на новое введение. Помимо наблюдателей аккредитатов и политических партий, теперь на участках могут присутствовать наблюдатели от общественных палат, от Российской общественной палаты и палаты края. При этом это не значит, что это только члены общественной палаты, а это все те, кого в общественной палате делится соответствующим мандатом. В ходе встречи присутствующие в зале секретари избирательных комиссий обсудили текущие вопросы. Традиционно в день голосования на всех избирательных участках будут работать камеры видеонаблюдения. Любой житель города в онлайн-режиме может посмотреть ход голосования и подсчет голосов. Напомню, выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Вторая спортшкола на улице Паярка откроется после ремонта к 1 маю. Такой подарок юным спортсменам сделает город. Как сегодня идут работы, проверил глава Сочи и уже на месте согласовал изменения проекта бассейна. О том, что здесь бассейн, сегодня напоминает только тематическая мозаика на стене. В остальном – стройплощадка. Ремонт в здании решили провести капитально, чтобы после этого юным спортсменам еще долго не грозил переезд. Главе Сочи показали проект, по которому ведутся работы. Бассейн останется в длину таким же – 25 метров, 4 дорожки. Но станет чуть мельче. Причина проста – прыжками в воду в Сочи интересуются гораздо меньше, чем плаванием. Желающие попасть в секции плавания чуть ли не в очередь выстраиваются. Параллельно в одном бассейне идут тренировки сразу нескольких групп. А вот во время тренировок прыгунов больше 15 человек рядом находиться не должно. Поэтому ставку сделали на массовый спорт. Бассейн будет отвечать всем профессиональным требованиям. А система фильтрации станет сильнее и современнее. Когда мы планируем закончить? Значит, контракт, Анатолий Николаевич, у нас контракт до 1 августа 2018 года. Но вероятность того, что мы можем завершить его до 1 апреля. Здание было построено в 30-х годах. В 61-м реконструировано. После этого школа ремонта не знала. Глава Сочи принял решение сохранить исторические и значимые для города объекты. Поэтому вторую спортшколу решено было не просто отремонтировать, а по сути заново вернуть к жизни. Историческая мозаика – единственное, что останется нетронутым. Правда, ее отполируют. Все остальное заменят, покрасят, переустановят. Спортзал тоже претерпит большие изменения. После ремонта баскетболисты и гимнасты будут заниматься на новом современном покрытии с хорошим освещением. Всего в спортшколе занимается около 700 человек. Все ждут окончания капремонта. На сегодняшний день мы уплотнились, перешли все на бассейн на юных ленинцев. Там проводятся занятия. Очень тесно нам. Но мы готовы потерпеть, готовы ждать. Строители обещают, что в следующем году мы уже зайдем в это новое здание. Только на оборудование для бассейна запланировано направить 16 миллионов рублей. Общая же сметная стоимость всего проекта – 110 миллионов. Глава Сочи отметил, с финансированием проблем нет. Не должен вызывать беспокойство и график. Детки, спортсмены наши могут рассчитывать, что с 1 мая мы зайдем в обновленный спортивный комплекс с хорошим плавательным бассейном и с хорошим спортивным залом. И здесь со всеми коммуникациями, которые просто необходимы. Уже к Новому году строители должны закончить работы на фасаде. А в следующем году ремонт запланирован в бассейне на улице юных ленинцев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». 16 водителей электрокаров привлечены к административной ответственности. Таковы итоги недельной проверки транспорта для перевозки пассажиров. В рейд вышли инспекторы ГАИ и сотрудники отдела исполнения административного законодательства УВД. Особое внимание было уделено экскурсионным автобусам, детским перевозкам, такси, а также электрокарам. Многие водители, садясь за руль электромобилей, не задумываются, что это транспортное средство, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение, при движении использовать шлем и ездить только там, где предписано правилами дорожного движения. Это и объясняли инспекторы дорожной полиции, водителям и организаторам проката электромобилей. За семь дней выявлено 60 нарушений ПДД водителями электрокаров. В том числе семь водителей были привлечены к административной ответственности за управление без водительского удостоверения. Это штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Еще девять водителей оштрафованы за управление транспортом без шлема. Кроме того, были выявлены два предпринимателя, которые работали без государственной регистрации и лицензии. Коммерсанты тоже заплатят штраф. Девять электромобилей помещены на специализированную стоянку и будут возвращены владельцам только после решения суда. В Сочи полицейские провели профилактическую операцию «Семья». Цель – профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Такие акции проводятся регулярно вместе с представителями органов образования и здравоохранения. В Центральном районе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и представители Общественного совета при УВД посетили многодетные семьи, которые находятся в тяжелом материальном положении. Не только побеседовали с родителями, но и привезли с собой подарки. И продолжаем. Сочинский госуниверситет разработает стандарты по обучению так называемых событийных волонтеров. Сегодня на площадке единственного в Сочи опорного вуза впервые состоялся слет волонтерских объединений университетов России и добровольческих центров Краснодарского края. Расскажет Татьяна Говоркова. Опорные университеты являются определенными двигателями развития субъектов не только с экономической и образовательной точки зрения, но и как способ реализации студентов через добровольчество и активное участие в социальных проектах и программах. Поэтому важно правильно выстраивать инфраструктуру работы волонтерских центров во всех регионах страны. Задача сегодняшнего дня это понять, как это выстроено в России, в различных регионах, посмотреть на лучшие практики, посмотреть на то, что нужно доработать, где нужна какая помощь, поддержка, какие есть возможные какие-то сложности и прийти к общему видению, как это должно быть выстроено в опорных университетах. Во время слета волонтеры пяти опорных вузов России и центров Краснодарского края обмениваются опытом и обсуждают проблемные вопросы. Сочинский госуниверситет в плане подготовки так называемых событийных волонтеров имеет богатый опыт. Именно поэтому этот опорный вуз взят за основу, и его специалисты будут оказывать поддержку добровольческому движению в других субъектах. Это целое большое дело. Их надо грамотно правильно разработать и грамотно внедрить в нашем регионе. Мы предлагаем стать таким опорным центром, который будет разрабатывать стандарты событийного волонтерства, эти стандарты внедрять в других регионах, чтобы по этим стандартам деятельность волонтеров событийного добровольчества правильно развивалась в нужном русле. Отмечу, что подобные волонтерские слеты в России проводятся довольно часто. Для Сочи это первый опыт, но довольно успешный. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». «Я – супермама» под таким названием в Сочи пройдет конкурс «Среди будущих мам». Он состоится в воскресенье 26 ноября в Доме культуры Центрального района. На репетиции побывала Елена Всецына. На сцене и будущие мамы, и мамы с детьми. Все вместе вот такой дружной командой они готовятся к финальному выступлению. Наши беременные удивят вас уникальностью в спортивных номерах, хореографических номерах. Презентуют свои умения, свои способности и докажут, что беременность не болезнь, а временное прекрасное состояние, в котором они самые прекрасные. Конкурс «Среди будущих мам» проводится в девятый раз и традиционно в День матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Выход на сцену для тех, кто готовится к прекрасному материнству, действительно праздник. Очень нравится, незабываемые впечатления от репетиций, фотосессий. Очень всего много, насыщенная жизнь. И меньше быта стало, конечно же, что радует. Все очень нравится. В прошлом году победительницей конкурса «Я супермама» стала Кристина Соснова. В этом году она тоже выйдет на сцену, но уже не в качестве конкурсантки. В этом году мы уже пришли вместе с моим сыном выступать на конкурсе, поддерживать новых конкурсантов и участниц, и показывать то, чему мы научились в течение этого года. Запланирована шоу-программа, флешмоб беременна, конкурсы и розыгрыши подарков для зрителей. Праздничные мероприятия и борьба за корону «Супермама» состоятся в Доме культуры Центрального района в воскресенье в 16 часов. Ход свободный. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». На Международном туристском форуме свои возможности представил постоянный участник мероприятия – пансионат «Фрегат». Здесь руководство санаторно-курортного комплекса «Сочи» заявило о переходе на круглогодичный режим работы. «Фрегат» давно зарекомендовал себя в туристической отрасли. Это пансионат с 45-летней историей. Современный 15-этажный комплекс, расположенный в курортном городке Адлера, предлагает отдых в корпусе с видом на море и горы. Загрузкой в летнем сезоне руководство «Фрегата» довольна. Теперь задача – организовать круглогодичную работу санатория. Вышли на хорошую цифру в этом отношении. Планируем на будущий год постараться заключить контракты, чтобы работать уже зимой. Каждый год стараемся делать ремонт. Подгоняем так, чтобы уже номера соответствовали четырем звездам. Условия для проживания гостей – на постоянном контроле специалистов пансионата. И здесь регулярно реализуются новые проекты. Если не вкладывать, то ничего не получишь. Поэтому в этом году планируется запуск плавательного бассейна, который будет вип-уровня. Также планируется реконструкция номерного фонда класса «Люкс». Отдых во «Фрегате» рекомендуется вмещать со здоровлением. В пансионате функционирует лечебно-диагностический центр новых курортных технологий, который предлагает 50 различных процедур на самых современных аппаратах. За основу взяли опыт именно российских специалистов в этой области. Так как он самый основательный во всем мире. Так, например, у нас имеются эксклюзивные, полностью эксклюзивные процедуры. Высокочасотная магнитотерапия, янтарно-шунгитовая ванна. Наш центр может в день обеспечить процедурами до 500 человек. Мы получили новые аппараты еще. К тому же собираемся их внедрить именно в новом сезоне. Поэтому милости просим к нам на лечение, обследование. Лечебно-диагностический центр «Фрегат» рассчитан и на местных жителей, которые, к слову, активно пользуются медицинскими услугами пансионата. Все подробности на сайте fregatadler.ru. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Свой стенд на туристском форуме представил и один из ведущих санатория в Сочи – санаторий «Магадан». Санаторий «Магадан», который расположен у моря в поселке Лао, часто называют «городом в городе». На территории в 14 гектаров есть вся необходимая инфраструктура. Для гостей шесть комфортабельных корпусов, а это 416 номеров разной категории. Большой дендропарк с теренкуром, по которому, кстати, в свое время гулял граф Шереметьев. А еще это спортивные и развлекательные площадки, благоустроенный пляж, сауна, крытый и водно-оздоровительный комплекс, спа и медцентр, современная лаборатория. В этом году нашему санаторию исполнилось 70 лет. У нас много новостей для наших гостей. В этом году мы сдаем панорамный лифт моря, у нас строительство завершается. Через год у нас построится медицинский большой крупный центр, новый. Как всегда, санаторий «Магадан» готов удивить приятными акциями и праздничными скидками. Кстати, есть специальные предложения для сочинцев. Об этом подробнее расскажут на стенде в рамках Международного туристского форума. Санаторий работает круглый год. Ежегодно здесь отдыхает более 10 тысяч гостей. И это главное доказательство качества предоставляемых услуг. Свои услуги на Международном туристском форуме презентовала сочинская туристическая экскурсионная фирма «СССР Тур». Квалифицированные организаторы компании вот уже 10 лет помогают гостям курорта сориентироваться в выборе мест для отдыха, подбирая удобный маршрут для незабываемого путешествия. «Гид, транспорт, обслуживание – все лучшее туристу» – таков девиз экскурсионного бюро «СССР Тур». Незабываемое путешествие сочинская компания гарантирует как по всему Большому Сочи, так и в соседней Абхазии. На нашем курорте «СССР Тур» готов познакомить отдыхающих не только с красотами Олимпийской столицы. В списке экскурсий «Красная поляна», «33 водопада», «Женский монастырь», «Обзорная по Сочи». Отдельная программа в гостях у пасечника. Экскурсионная фирма «СССР Тур» работает на рынке в сфере туристических услуг свыше 10 лет. Имеет репутацию надежной компании, выполняющей экскурсионные услуги любой сложности. Для предоставления экскурсионных услуг фирма имеет автотранспорт, повышенная комфортность, а также экскурсовода высшей категории. Главная цель нашей турфирмы – это предоставить качественные услуги. А мы считаем, что главным экспертом является турист, а наши гости говорят, что мы самые лучшие. Весь транспорт «СССР Тур» оснащен современной системой мониторинга. Персонал же компании – это квалифицированные организаторы со специальным туристическим образованием. За годы обслуживания ими накоплен большой опыт в туристической сфере, а потому услуги, предоставляемые одной из популярных сочинских турфирм, только высококачественные. Доказательства тому и отзывы туристов и десятки почетных грамот, в том числе от организаторов международного туристического форума «СИФТ». На всех этапах работы с клиентом «СССР Тур» привносит и европейские стандарты обслуживания, а значит и высокий уровень сервиса – это быстрота, точность исполнения заказа, дружелюбие и вежливость, внимательность и ответственность. Одним словом, понятие клиента – ориентированность для сочинской турфирмы – во главе угла. А еще «СССР Тур» – это лучшее соотношение цены и качества, организовать поездку и экскурсию любой сложности, а также задать все интересующие вопросы. Можно по телефону 8-918-409-42-34. Расположено экскурсионное бюро «СССР Тур» в Адлерском районе на улице Ленина, 217А. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напомню, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.